Здравствуйте, дорогие слушатели, подписчики и просто, как говорится, проходящие мимо. Останавливайтесь, слушайте, у нас сегодня будет интересно. У нас Яна опять на связи. Мы сегодня поменяли формат. Я думаю, что скрипеть не будет, потому что Яна уже с телефоном и поняли, в чём была проблема. Думаю, что сегодня со звуком будет всё хорошо. Хочу Яну задать вопрос. В прошлый раз, когда мы с ней беседовали, большая была такая вздовеседа. А, кстати, здравствуй, Ян. Я что-то... Здравствуй. Мы с тобой просто здоровались уже предварительно, поэтому я забываю. Значит, в прошлый раз мы когда беседовали, Яна много чего рассказывала интересного. И уже два часа мы говорим, то есть, понятно, длинный ролик, пора завязывать. И тут Ян пробрасывает ещё одну такую интересную тему. То есть, человек связан с производством. Вот Ян, да, он в этой теме крутится, много чего понимает. И он говорит, знаешь, Таня, меня так бесят вот эти вот, говорит, как они, стримеры, там, блогеры и прочие, которые ходят и говорят, а что я пойду на завод работать, типа, да. Вот он мне так сказал. Которые люди, которые абсолютно не понимают, что такое завод, что такое производство и как это всё это самое. То есть, они живут в парадигме, завод это, там, это как это называется, бьют кувалдой по этому, по станку какого-то. Что-то среднее между кузницей и швейным мастерством. Вот, 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 то есть, люди, которые абсолютно, ну, я больше тебе скажу, я никогда не работала ни на каком производстве. Ну, я бывала, естественно, на производствах, как бы не то, что я совсем прям не знаю, что это такое, да, но на производствах каких я бывала? Вот, допустим, я бывала на хлебзаводе, то есть, я знаю, как устроено это производство. Я бывала на консервных заводах. Это институты, это вот, то есть, нас направляли, мы там, знаешь, это самое. То есть, я, ну, консервные заводы уже, конечно, более такие, ну, там, масштабные, серьёзные. там автоклавы, там вот эти вот всякие, я помню, пимпочку нажимаешь, а оно тебе поднимает вот такую вот здоровую штуку, потом куда-то оно там опускает, здоровую штуку, знаешь. Ну, у нас студентов, конечно, кидали в основном на, мы стояли, короче, наклеивали ну, короче, на крышечку зелёный горошек, я помню, помнишь, такое есть зелёный горошек? Так вот мы зелёный горошек на крышечку наклеивали такую пимпочку, а мы стояли на конвейере и наклеивали пимпочку. Студентов дальше этих конвейеров не пускали. Потому что там серьезно уже было производство, уже там нужна была подготовка. То есть горячий цеха, нас уже не пускали. То есть мы стояли на этом конвейере и на упаковку наклеивали, короче, вот. Потом еще нас в склад пускали, там еще нам разрешали что-то такое, но там уже погрузчики опять же эти склады, знаешь, это все. То есть нам тоже, ну, какие-то там перебирать вещи, то есть нам давали. Ну, очень-очень. То есть это все, что я знаю про производство. Вот все. вот а мне правда интересно как как что такое современное производство ну вот как бы что такое современный завод вот тебе слово здрасте татьяна еще раз здрасте всем зрителям всем подписчикам всем посмотрел вот но я отвечу на ваш вопрос на текущий да то есть но я много с предисловия хотел бы начать потому что я я почитал комментарии вот узнала себе все еще даже больше чего я дизна да вот но в свою очередь наверное как мы прошлый раз начинали с географии минут сегодня немножко папа не пробежимся в одном к заводам я думаю по придем чуть-чуть совсем вот но алексею привет очередной раз посмотрел и ролик и раз там была речь про владивосток я могу про про владивосток сказать забавный факт во владивостоке есть вантовый мост на остров русский до который многие знают это известный очень долгий проект вот на самом деле во владивостоке вантовых моста 2 они очень похожи вот и часто на картинках путают один с другим но один называется золотые ворота а второй вот мост на остров русский чаще всего показывают именно 1 отличить их между собой можно очень легко на остров русский у него опора похоже на букву а то есть она сходится наверху у золотых ворот она расходится в разные стороны как как золотые ворота ну то есть как сан-франциско мозга пара не у нее также стоят но второй момент меня конечно там и с красноярска однозначно попить сочет объяснили мне какая река главная такая не очень вот но тем не менее ну допустим баловерды вернул в красноярске что ну кто не был там вот например горнолыжка в красноярске прямо в городе находится с не нами туда ехать она прямо в городе вот а второй момент есть чуть чуть южнее красноярска город дивногорск вот и название точно не случайно потому что вид через реку на холмы с обычной пятиэтажки там ну просто фантастический ну ну наверно вот так давайте перейдем к производству до производства я чтобы не вводить никого в заблуждение да я не работник завода как таковой вот я работаю с ними совместно то есть у меня есть партнерская нет много производств порядка верно 25-30 разных вот есть и завода не профильные на которых я был из чистого любопытства самостоятельно виктор сам напрашивался например а почему папка блогерам да вот эта штука то есть ну я чину то есть и в комментариях пишут иди работать на завод до него чая на завод пойдут пусть мне здесь хорошо ну каждый качество заниматься своим делом но при этом работа на заводе не так плохо как у них думают на самом деле то есть завод в главном понимании это конечно технологический процесс чем больше завод тем сложнее процесс но в безусловно и максимальная дисциплина то есть на каждом участке уровень ответственности колоссальный вот я был один раз на металлургическом комбинате вот а потом в интернете увидел ролик и она не оттуда а вообще как у людей прогорел ковш с расплавленным металлом и он шел по цеху на кромбалке просто поливал весь цех расплавленным металлом потому что прогорел это ошибка на технологическом процессе вот ну вот и ты и он первая мысль на ролике было как это все потом убрать все что полил он под собой да как это все потом убрать это хорошо что по походу людей не было то бы так по так полившим они конечно 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 там где в живых не остаться однозначно никак вот не минут я был именно на металлургии то есть не был на алюминиевом заводе к сожалению не попадал ну вот там будет еще интереснее но нету вот прям такого процесс там же идет с помощью электричества плавление металла до поддержания совсем совсем другой процесс но самое наверное запомнившиеся мне производства это завод компании фарма синтез иркутск производит лекарства то есть это завод производящий таблетки туберкулеза если не ошибаюсь ну может сейчас у них линейка расширены так далее в это частная компания построена на бы территории бывшего советского завода вот запомнил по двум причинам запомнился от не просто чистое производство это стерильное производство на нельзя войти в одежде то есть тебя обязательно дезинфицируйте обязательно выдует полностью реальность одежду и только так ты можешь до пройти естественно с никаких самостоятельных передвижений и ведешь обязательно с сопровождающим тебя вот не контролирующим а сопровождающим то есть он помогает тебе больше помочь сориентироваться на самом деле чем оградите от чего там то есть ты все они полезешь туда понятно потому что процесс очень тонкий вот им и максимально налажен то есть и второй момент конечно потому что я первый раз увидел что такое советское заводское бомбоубежище вот когда есть цех вот и не один а под землей есть точно такой же по всем высотам и габаритам и просто не видно и они вот тогда задействовали спокойно то есть это территориям удобно было что есть несколько этажей и то есть а те здание одно так далее технологический процесс при этом на и сложно представить что я не знаю точно именно сам процесс да потому что я с точки любопытства вот ну вот ходил и смотрел с такими детскими глазами на это все честно говоря вот ну то есть потому что там точность всех там громовок компонентов проверка поставки компонентов контроль качества и вот все 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 начиная от самого начала и до самого конца то есть второй важный момент который несколько завод не должен останавливаться ну то есть он должен всегда работать всегда максимально работать нет ведь нас нет такого что ты вышел из цеха и выключил свет сейчас муж по-другому ну то есть опять же я был на время назад но это да мне потрясло что он постоянно производит 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 вот и чем сложнее завод тем дороже до простой с чем больше людей работает вот тем дороже время которое он просто останавливается второе предприятие которое наверное меня зацепило это опытно конструкторский завод это там где делают сейчас путинский лимузин его делать там да это аурус там где его создавали изначально вот был в этих цехах ну вот как на картинках фильмах показывают примерно так есть чисто аккуратно все в форме обязательно все сну все соблюдено но вот при этом завод эталон уборки вообще это все всегда на своем месте должен лежать то есть всегда где ты знаешь точно где как зачем почему при этом поскольку от завод опытного производства то есть он не постоянно штампует продукцию да то есть там технологический процесс все выстраивались заново то есть здесь что-то должно ну то здесь новое нам должны это привести здесь то здесь мы это примеряем здесь замеряем и важный интересный цех это цех как раз где примерка компонентов происходит вот где одно с другим все сочетаются собирают смотрят подходит это или нет если что что-то вносит какие-то изменения опять по новой ну вот так все происходит на каждом заводе есть свой какой-то конструкторское бюро или это конструкторский бюро которые раскиданы по этому делу а на завод стекаются какие-то там идеи документации как вообще все происходит не всегда то есть на заводе к б есть не всегда на заводе может быть правило допустим один инженер или или мор вообще один да вот на заводе есть обязательно такой человек который называется технолог технолога тот кто говорит что мы ваши изделия здесь у нас произведем вот те к тому кто приходит а у себя говорит ребята нам нужно произвести новые изделия мы делаем вот так то так вот то есть вот он это распределяет как правило конструкторское бюро всегда с заводом разъединено ну обратите внимание допустим есть конструкторское бюро самолетов сухой до который су вот есть иркутский авиазавод который производит самолет су-30 есть там по моему конструкторское бюро михаила мили вертолеты да есть уландынский завод которых производит вот есть конструкторское бюро которое делает аурус есть завод солерс который будет его производить также история на автовазе это все вместе но первоначально автор жигули получилось из того что сделали в нами потом отдали на завод документацию это нормальный процесс то есть бюро как бы бюро потому что есть бюро и испытания допустимо как ну продуктов там есть всякие разные тесты а потом есть завод производитель эта схема удобно всем завод не думает что ему делать завтра да то есть находясь в конфронтации с несколькими допустим конструкторским бюро если говорить про про ту же автомобильную тему кузов одни и двигатель другие салон 3 электроника 4 и так далее так далее так далее по списку да все разные из этого значит концы из этого собирается там среднем автомобиль это где-то от 5000 деталей конструктор лего для взрослых вот и его на заводе сессе собирают в этом плане так ну вот технологический аурус вообще отдельная тема потому что там бы рассказывал что вот столь честно я я его видел в живую близко видел видел как его конструировали проект о такой однозначно но вот обалденный пойдет будет жить никуда не денется но тогда его а им очень повезло потому что они закупили оборудование 2013 году в конце от феврале 14 у них ценники выросли в два раза они успели в это окно попасть вот и часть ему очень повезло вот это такая история это опытное производство есть также есть заводы и небольшие есть заводы частные есть государственные это тоже большое отличие то есть я не был допустим но мим когда я мимо проехал камаз в набережных челнах да то есть это огромное предприятие просто огромное занимает несколько кварталов полностью до своим технологическим процессом то есть по территории завода пешком ходить нет смысла просто далеко ну то есть тоже ребята просто далеко идти у нас есть там мимию какие-то там свои или мини служебные чтобы просто добраться до какого-то цеха не 8 или автобус то есть а самое большое которое я тут я сам не видел но все делятся впечатлениями жутко это урал вагонзавод не технологически именно не сырьевой до технологический вот который выпускает для обороны танк вот это один из самых больших предприятий еще в стране ну то есть его размеры объема территории там уже не просто кварталами там городами считать надо ну то есть по количеству у нас знаешь городе моем городе где я выросла родилась город бельце у нас был один оборонный завод тоже да который входил в пк советский был завод ленина так вот он ну да квартал квартал занимал где-то так огромные сейчас он до сих пор вот стоит потому что это собственность получается российская на вот ее как бы на молдавскую эту не передали и он там нельзя чего ну там вообще ничего не делается ну вот там это все знаешь сохнет потом как раз мой брат работал работали они на короче у них играем была такая вот так как их их фишка да это эхолоты эхолоты вот они вот этими на подводные лодки на и на суда у них там научно-исследовательская была у них там судна были научно-исследовательские судно где они там ходили там проверяли это все знаешь ну свои эти фиг фигни вот как раз муж у меня по да испытательные испытания проводили муж у меня по верху ходил а брат по не вот как раз они на одном на одном заводе работали да 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 ну то есть есть ну так же можно заводы просто можно классифицировать всяко разно то есть допустим есть вот как технологические заводы допускает машиностроение танки автомобили самолеты вся там спецтехника ну там экскаваторы например да это там одна часть есть допустим заводы как сталелитейный металлургический да то есть это пицц обработки сырья туда же можно допустим отнести нефтеперерабатывающие заводы но вот ну сейчас у нас там для тех людей как попасть вообще на этот завод работать ты приходишь учеником или ты должен все-таки закончить какое-то среднее специальное ну вот образование как вообще как происходит туда набор я бы сказал так мне просто интересно вот это вот класс рабочий класс да вот этот вот но прослойка вот эта социальная насколько она большая и как вообще туда люди попадают и как и как поднять кстати уровень престижа вот это вот этих вот вещей эта прослойка она огромная то есть это очень просто определить если на каком-нибудь там снимки с квадрокоптера или чего-то посмотреть сколько машин одновременно перед предприятием стоит ну то есть приехали на работу это только те кто на автобусе не привезли на служебном правило вот потому что вот это вот парковку гипермаркета да там выходной день это ничто по сравнению вот их 34 этот парковка завода в рабочий день ну вот то есть она полностью будет заставлена все постоянно приходят по мест несколькими путями первое до средне специальная колледж практика на заводе второе институт также там практика завод ну то есть по специальности практика ну вот третье пожалуйста приходи по объявлению без проблем ну а допустим уже чувством прошлом году в конце по-моему можно или в серединке очень часто просто мелькал объявление но у нас по региону да то есть приглашали в специалистов всех мастей на завод вертолетов в ланды вот инженеров конструкторов технологов сварчиков и так далее так далее так далее ну то есть ты приходишь пока что это может допустим там условно даже пройти курсы какие-то нужно получить специальности это потому что я не думаю что я не знаю как сейчас связка работает то есть вот связка учебное заведение завод да потому что в мое время ее не было ну то есть она вот настолько на два процента существовало да вот знаете знаменитая вот это советское распределение вот от него тогда остались рожки до ножки вот и она постепенно сейчас выстраивается вплоть до того что предприятие сейчас допустим вот алюминиевые заводы энергетика и он плюс группа не открыли в политехе институт подготовки кадров вот при этом мы с ними разднуто все как бы разговаривали с этим с куратором программе предприятие тратит по полмиллиона на студента куда заключая с ним контракт он должен два года там проработать вас не приглашает иностранных специалистов лекторов там приглашают людей которые именно специальность преподают своих но предприятие водят куда надо там свои дела приглашают руководителей менеджмент читать лекции туда ну то есть вот так это работа выстраивать постепенно а дефицит кадров есть еще на предприятии ну и люди охотно туда идут друг огром по разным молодежь я не знаю как то есть какие-то идут да но здесь есть проблема телефона который не в кармане лежит вот эта проблема ну то есть телефона которым говорит одно на работе говорят другое вот этот мозг не может сочетать и то есть я просто мы разговаривали как сотрудник у меня молодой парень вот и мы с ним такую тему интересно подняли что он там ну вот вот там такой-то он миллионер в 20 там такое там у него тоже молодой ну то есть вот у него есть там категория людей то потом стримингом занимается кто-то этот этот игру и вот мы разговаривали давайте рассмотрим категории вот есть есть категория блогер да и он он зарабатывает на качество количество денег да но он но ты вот но можешь назвать великим нет не могу даже не великий я бы есть например спортсмен который может в 20 5 действительно уже быть великим то есть он выиграл много гандов мира олимпиад там всего прочего да вот но этим начал заниматься в 5 в 25 стал великим понимаешь инженере нельзя заниматься в 5 вот и великим 25 нельзя стать заработать много денег везде можно но но если расти постепенно вот великие инженеры они в 40 5 сам самые великые они примерно в этом возрасте распрыли самый самый известный проект такая тема какая еще фишка фиговая то что вот я почему хотела именно поговорить с тобой на эту тему и спросить вообще как как абсолютно не освещается труд вот труд рабочего да тут нету интереса у молодежи вот этому всему понимаешь зато блогеры зато ли коучи личностные росты машь вот пожалуйста иди там жопой засвети и будешь прекрасно получать денег понимаешь а прорабочий я нигде в интернете не встречала чтоб там ну допустим приходи на завод там будешь там не знаю я не знаю как это понимаешь вот реклама вот это смотрите короче как вот какая история в этом плане абсолютно согласен вообще не освещается вообще абсолютно то есть допустим смотрит блок про путешествие в какую-то страну там чё показывается горы моря закаты города еда бары 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 ну и да вся и и все что и все что иногда не совсем нельзя то есть а вот опять же а допустим ты едешь в ну вот в италию да сколько людей входили на экскурсию на завод ferrari который открыт для посещений вот очень много он открыт для посещения можно пойти на экскурсию они тебе покажут расскажет как это работает проведут по музею и так далее то есть эта культура вот культура ну то есть до гордости у нас можно попасть музей завода спокойно да но просто это как-то так все ну это неизвестно что можно попасть вот если попасть я вам больше того скажу вот я не знаю если он смотрит ребята из россии да или вообще у нас в россии можно купить путевку на старт космического корабля на байконурли на восточный легально даты написаны регистрация то есть должен купить заранее чуть-чуть подать документы чтобы тебя зарегистрировали пусть там пропуска за режимный объект вообще-то режимный объект вот идти пожалуйста я я я раньше думал вот стоят на байконуре люди на на какие счастливцы хроскосмос пригласил там и они смотрят как прогресс уходит вот мне вы просто купили путевку и все вот просто купили путевку то есть это без проблем я вам больше что скажу точно известно что ты можешь зарегистрировать там какую-то свою группу ну слов друзьями собрался вот и пойти на экскурсию на атомную электростанцию и да вы дадут экскурсовода он тебя везде проведет все покажет пожалуйста вот если ты допустим приезжаешь на ленинградского с это это а гру она еще помню я не знаю на больше уже запорожской или нет но в общем ну огромное предприятие то есть технологически продвинутая сумасшедшая ну пожалуйста никаких проблем вот сюда же освещению какой-то степени то есть какой-то непопулярный туризм они и они немножко сами еще видите закрыты если не думают что блогер к ним попадает чтобы найти как как ревизор как этот ревизор он у них будет искать вот это вот каждую пылинку да как он как проверяющий будет у них ходить вот и будет их вот всяко-разно значит жули за то что не делает но и определенная истина в этой репутации есть то есть она не просто так появилась да но но при этом рассказать о том как я как-то помню посмотрел интервью блогеров довольно популярного россию научную такой научно-познавательный производит контент него спросили готовы хотите там на космодром попасть да вы знаете мне звонили предлагали но я не знаю как на меня посмотрят люди если поеду на космодром буду хвалить российскую космонавтик между тем хотите ли вы проехать на космодром и ответом да должно проходить меньше одной секунды вообще в принципе в этой жизни соответственно немножко поменяется они короче вот руководители этих предприятий да и вот политика это она немножко осторожны пока еще но это этот узел уже потихоньку расходится почему потому что с головы все начинается а с головы мы имеем что росатом ведет youtube канал открыто показывая стройки так они идут интервью с генеральным директором без проблем роскосмос ведет ютубе канал там сеть даже телеграм-канал роскосмос ведет понимаете вот то есть и он рассказывает пока стадали они еще пока побаиваются что их начнут ругать за что-то хотя уж а если а я действительно ведь хорошая тема каждое предприятие допустим да как у как к которому нужны но люди сотрудники там не знаю что почему бы им не завести как их как нибудь интернет-канал показывать самостоятельно рассказывать конечно рассказывайте про то производство производства мы познакомились в прошлом году с парнем нашим местным он здесь вот короче и они как-то где-то ремонтировали старую гусеничную технику покупали ремонтировали продавали да вот такой такой перекуп короче продвинутый вот вот в один момент нам сказали ребята нам нужно 20 штук я же не помню нефтяники языки мы ведь не можем 20 можно только 3 а 20 сделайте и подумали ночью ну сделаем как вот и подписавший контракт начали строить завод потому что другого варианта не было вот сделать 20 то есть их нельзя нигде было купить их можно было только сделать ну вот и сделали ну и продолжают час до сих пор производить гусеничную технику для там сложных условий и так далее но вот она и в тех самых местах я думаю работает но естественно об этом то сильно не распространяется но вот хотя вот ну то есть вот простой пример как это работа а вот допустим на крупных предприятиях рабочим и ну допустим приезжает молодой пацан да ему предоставляет или комнату общежития что жилье то есть как это все есть какая-то социальная поддержка на работников честно говоря я не знаю как это сейчас работает поэтому ну вот конкретно не владею информации если она спрошу я спрошу у ребят которые работают именно крупных производствах раньше знаю что помогали с на предприятиях помогали с приобретением жилья с тут и с этой ипотекой вот этой всей истории вот то есть мы помогали там где-то на взнос там ну вот все вот все вот эту штуку там где-то льготу оформить на вот однозначно могу сказать что у предприятия большого особенно очень классная социальная жизнь большой коллектив это всегда как вообще когда-то прикольное движение всегда это это соревнования ли походы ли на концерт или не просто 5 самодеятельных даже какой-то это заводской квн может быть вполне вообще вот а как как у врачей у завода тоже свой юмором тоже как бы своеобразный вот да как там лучше не слушать как порчи шутят вы и в этом ну то есть это всегда это всегда так она почему-то не тоже опять же не раскрывается хотя но я честно могу так сказать что она она меняется то есть видно как она меняется они начинают потихоньку то есть потихоньку там руководителя дела кадров донес совета директоров что им нужен instagram хотя его закрыли но это крайне положительно скажется на международном имиджи компании формулировки можно ну они потому что ты объяснишь генеральный директор что это вот и можно сказать это это там где ваша жена сидит в телефон например это говорит о том что руководить руководство еще той закалки то есть не вы сменяемость еще не решила ну чтобы рано мало молодежь уже стал иран рано еще рано еще рано рано ну обычно сами же представить руководитель предприятия особенно большого этот человек которому примерно 50 плюс да вот 50 новое поколение вот это которая которая вот именно другое совсем другое это поколение вот вот я могу сказать вот там 80 может 8 87 года года идет просто еще не ничего не выросли до конкретно вот этих показатель как ты говорила уже 5 до 25 до вот это да 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 с 5 25 здесь такая же история то есть пока это поколение становится но я могу сказать что поскольку она проворней и жестче она уже в замах сидит то есть во второй втором эшелоне она уже работает да при этом я от себя могу сказать знаю росатому роскосмос по нескольким людям а там молодой коллектив то есть там он не советские уже а я не могу назвать там росатому или роскосмос советской компаний ну советская от системы или советским наследием да уже нет она уже вообще не советская она же совсем другое но если ты имеешь чем-то советское вот что что именно ты имеешь ввиду что для тебя что для тебя советское руководство до советская система там чего-то вот что что это для тебя это устаревшая который меня для меня это если работает не трогай зачем это делает нам за это дадут по шапке перестрахована там оттуда оттуда придут за нами ответственность вот это 22 основных прям до ответ вот ответственность далее и как бы стать и вот советское желание знаете такое вот я я не знаю как его описать правильно советское желание что-то себе вот выкроить вот 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 что-то а вот зачем ты ты атомные бомбардировщики производишь что ты хочешь себе взять ну вот мне на дачу условно то есть ты имеешь ввиду коррупция ну такая в каком-нибудь виде я бы не назвал это коррупция это если ты а я для своих интересов платишь я я знаю а что мне знает с этого будет вот это выражение тоже с этого буду тоже это тоже коррупция это тоже коррупция а что же с этого буду иметь с ваших интересов а здесь это как сказать на такое подворовывание туда нельзя воровство прям назвать потому что она никому ущерба не доставляет но если шифер не нужен вот то чем тут лежит ну то есть вот если вы возите а гравий в город ну чё вы мне не можете привести да вот ну то есть вот вот понимаете то оттуда использование служебного положения хоть как-то а вот 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 это правильно да а вот использование служебного положения для себя да вот это для меня это советская вот а мало не всем грешит молодняк грешит тем что надо все сразу то есть молодняк приходит говорит я институт закончил давать мне там словно говорят зарплату 2000 долларов за какие заслуги что ты готов для меня за нее сделать да я работаю своим буду прикрыл глазах шикарный как все сразу чтобы вот у меня там новая машина там квартира чтоб я ездил путешествие там еще что-то хотя я уверен что больше случаев не знаю зачем ему ну то есть и не представляет что это не знаю зачем ему и в этом плане вполне ну то есть амбиций но это нормально как бы я тоже такой был я тоже когда пришла после все дураки и одноумно и берете лучшего в мире чуть-чуть на него пожалеете пока знаешь пока меня мордой вот так вот знаешь и не запхали мои же амбиции так и не было бы проблем это если бы оправдывалась это все допустим если бы это все подкреплялась вообще вы никаких проблем ну а второй момент ветреный последнее время очень сумасшедший ну то есть устроился работает начало получаться вот раз все бросил и мои я пойду себя искать ну то есть то есть и вот это как короче какая-то психологическая волна вот это разбирательство путем бездействия я не полное ощущение что вот такое вот состояние у молодняка вот когда он приходит начал работать да все не мое пойду себя искать практически ну процентов 90 проходят через это через вот это вот желание свалить уйти дальше искать что-то да сменить обстановку сменить сферу деятельности прочее прочее и мне кажется задача предприятия каким-то образом присобачить этого работника понимаешь там кредитами ли жильем ли неважно чем но то есть потому что но это нормальная реакция у молодого человека он они будут особенно знаешь 20 20 20 до 30 их же все время рвет на на мелкие части он же тут значит это он и он все это бросит он пойдет туда потому что он там он на сцене пойдет выступать он стендап пойдет делать понимаешь он ролики пойдет писать он еще куда да дофига ну возможно вот поэтому мне кажется что предприятие все-таки как-то должно при приз при прибить этого человека молодняк этот молодняк хотя бы до 30 лет вот на этом месте чтобы он перерос этот дурь эту дурь и дальше нормально идет на самом деле это дурь вот ряд заводов использует по максимуму вообще по максимуму не горят ребята без проблем стендап youtube подкаст да как у нас с вами на же подкаст кауна задал даже подкаст даже не интервью на же подкаст видео инновации все на свете развлекайтесь вот вам помещение вот возможности мы ждем все ваши идеи и проекты себя на столе мы всегда рады рассмотреть всегда рады обсудить если нужно будем действовать мы за любую вашу инициативу вот даму мы уже не той формации мы другие но мы готовы вас слушать а больше ничего и не надо любое молодое ждет того что его с распростертыми объятиями с его желаниями ему на самом верху поддерживают и дадут возможность то есть ему больше ничего не надо ну то есть мысли вот мать просто чуть-чуть мотивации чуть-чуть вот и по и не надо крем да можно кого-то держать обязательствами кредиты и так далее так далее так далее но зачем эти затраты если можно просто пойти чуть-чуть ментально они немножко другие вот классная идея например на заводе устраивать киберспортивные соревнования многое ну то есть много часто играют до устройте за на заводе их соревнований вот аншлаг быть такой что вы обалдейте вообще ничего в этом так ну ничего там такого нет да вы люблю любят это хорошее время это хорошая штука на самом деле и почему нет почему не по и почему не устроить киберспортивные соревнования до угол классно прикольно вот а когда молодой придет к вам устраиваться он пойдет в кабинет где сидит на чай там условно отдел кадров и будет проходить мимо и увидит на доске о заводской чемпион по варкрафту нифига себе вот это предприятие ну вот и она так вот работает то есть и потому что все равно ну к психологически мне кажется для когда человек новый ну то есть особенно если молодой завод такое это не радостная как бы кофт и комната не игровая вот атмосфера она такая все равно немножко да и то есть как правило и помещение так сделано что они вот настраивать ну пусть особенно если коридоры длинные советские они же еще тесно вот это идешь там как правило нура часто нормально раньше идешь там три лампа горит и ты идешь на свет конце тоннеля на окно которое там в конце вот и то есть и тебе надо в этой темноте еще кабинетик разглядеть поэтому они все равно есть классный кстати завод на ю тубе можете найти частный завод я не был но вот смотрел честно с удовольствием ребят вообще молодцы а завод называется grass 2 буквы с в конце это частное предприятие производящие всякие моющие средства там бытовую химию и так далее вот они отстроились сами с нуля и вот у них он реально то есть они тоже интересно рассказ у нас до последний этаж был вот на заводе мы последний этаж мы там караоке кальян террасу ну чтобы не после работы у нас много семей здесь много друзей что после работы все там не торопились на телефоне куда-то в кафе да или ну не летели туда вот пожалуйста приходи сиди где развлекать почему нет то есть она прямо здесь зови в гости друзей не проблем ну вот это но так устроено второй момент сейчас перестройка еще частично заводов будет согласно системы управления короче по сути ну для меня это мой опыт короче программист они сделали немножко другую систему управления вот ее многие на заводах попробовали она действительно работает взаимодействие другое то есть она не иерархия чуть ну прямая знаете там я приказываю тебе ты должен это сделать она говорит ты профессионал это твоя ответственность это твои задачи их лучше меня знаешь как делать они должны такой-то срок таки ну там в таком-то качестве выполнять вот это вот сейчас стиле меняется не то что и помоложе кто особенно кто из там и т.с. сферы так далее они к этому же взаимодействие очень плотно привыкли они сами знают чему делать мне надо объяснять да то есть он может спросить он может быть вот здесь не получается ли там как-то скан проконсультироваться надо да то есть но он понимает что это его ответственность вот и под нее работает и она себя ну то есть где-то год хорошо по я не моих нет пример я не видел читал только они несколько книг было читал вот действительно хорошо себя показывал но брену могу привести пример книга там мусор или две недели клауса шваба да там и хвост и в гриву как бы но я его книга 4 промышленная революция дурь полнейшего вот технологической точки зрения полная дрянь абсолютно лежит мне в бумажном варианте вся перечеркнутая вот так ну то есть какие заметками вот но отдельно обсудим вообще это всю историю взгляд ух я не читал шваба честно я так вот что в интернете какие-то статьи какие-то знаешь кто он что он чего она так чтобы знаешь углубляться в его учения не мое скажем так а богу тоненько да это главное мягкие странички странички мягкие шуршат приятно качественно сделано типография хорошая российская но я не думаю что шваб печатал книги в таганроге но вот но книга приятная то есть но она приятная но одноразовая на самом деле на один вечер вот ну то есть главное ребят все кто будет читать не знаю в интернете на литературе относитесь к ней как чуть-чуть комедийной литературе фантастической мне серьезно потому что это не серьезно на она он так думает но я ему не завидую таком плане импортозамещение как таковое что ты скажешь про него что ты вообще видишь как оно происходит на объявили же еще с 14 до 14 15 пока только слова придумали да ну да и ну вот я вот как ты там изнутри это шутку но на самом деле в четырнадцатом я я на проведу такую аналогию короче чем клеще санкции тем лучше импортозамещение потому что по кому в четырнадцатом санкции ударили и начали срочно делать импортозамещение вот но хорошо что не начали делать его как пятилетка в три года вот этот все вот начали делать с умом с умом из этого импортозамещение выросла корпорация русагра вот корпорация русагра это экспорт зерна да все вот это разработка полей и так далее огромное предприятие это реально раскинут очень широко вот из этой корпорации выросли поставщики сыров производителей внутрь уже мясо современного она продуктовая потому что он там жестче всего было то есть с этими с польскими яблоками этот вся история я помню да то есть поэтому стала работать это стало там работать технологической сфере все просто ценники подняли успокоились ну как там выросла в два раза ну ценники поднимут и успокоиться его не был сам ну то есть потому что я видел оно было в каких-то минимальных параметрах вот но в основном где можно было закупать там закупали а февраль показал ну то есть к вид и февраль вот это на на надо объединять как фактору ну то есть факторы вид показал что оказывается вашу страну не всегда может приехать вагон с нужными вами деталями просто потому что так сложилось ситуацию вот февраль показал что оказывается можно за один день там условно грязь за один день взять и потерять весь рынок поставщиков своих которыми ты давно плотно взаимодействовал мало того что потерять да конечно тебя пошлют ни за что просто и ты им конкретно ничего не сделал ну то есть были такие ну то есть были такие письма ну там наши в ответ там я помню как этот я родил предприятие почему они напишут русский корабль нафиг это чем причем мы даже не корабли не производим соответственно ну она начала но тогда она началась началось серьезно пример импортозамещение был на прошлой неделе дарман новость была камаз полностью импортозаместил свою последнюю модель двадцатого или девятнадцатого года 2300 детали заместили года не прошло одного года не прошло сменили всех поставщиков полностью а это ну чтобы понимали интеграция с мерседесом было этой модели поменяли ну признаюсь честно у меня немецкая машина а написано на ней сделано в россии вот так и работает вот из нормально сделал нормально собрано ну то есть никаких претензий нет автомобильные кстати серьезные импортозаместились они сделали так они сказали мы заключаем договор с вами вы строите завод на территории россии все бмв мерседес орд марседский один из последних это был мазда это вы час вот последний год они не они давно давно уже с 14 14 и дальше производят вот сейчас это китайцы ну то есть они они заводы строят то есть не просто некоторые привозят именно предприятия ставят вот и правильно делают что не дураки что вот в этом плане электронные компоненты заместили только в нужных отраслях ну то есть все что связано там оборонка таки построения там все жестко то есть и это проверять то есть если ты поставщик я проверяю в этом же плане микроэлектронику на нас с темы космоса там тоже все замещено то есть обороны косм все что государство замещено вот не всецело ну то есть но постепенно по себе над процесс идет то есть начинаем с первого самого жена продукты до были 14 год вся продуктовая сфера второй момент начали техническую сферу из начали передоговариваться компонентом вот при этом санкции санкциями как бы завод руссельмаш который санкт-петербург вот до 22 года имел завод в канаде который производил сельхоз технику там вот они его потеряли только из-за февраля значит автомобили заместили продукты продукты полностью на магазин весь российский ну то есть там ничего нету только кока-кола на что же российской заводы где только не стоят вот соответственно техника электронику пока нет но я могу так по себе сказать вот смотрите нас в работе требуется большие вычислительные мощности в инженерии нам часто нужны вычислительные мощности и честно вам скажу продукция 2015 года и 2022 до вот прошлого но для нас не сильно большая разница если мы используем 2015 год тоже нормально мы делаем все то же самое но и увеличение но эффективности может 5 10 процентов ну в узких отраслях она может выше где-то но в общем для меня примерно такая поэтому замечать там супер вот так вот такой головой нестись микроэлектронику сложное производство проще купить у кого-нибудь вот или сделать бартер на материал поэтому все пока пока это все идет всего достаточно я просто не сказал даже что ну то есть бытовая техника тоже заместилась вся то есть как автомобили также бытовая техника но что же в россии частично производится не вся конечно но большая часть здесь народного потребления мебель пожалуйста икея ушла ну там вот мы закрываем магазин и все вот еще первое случилось это был просто сладкий сон директора магазина хофф который конкурент был основной в икеи в крупных городах ура ребят вот ну там там они такого же размера просто ну то есть это сделали насколько я помню там история такая что были бывшие топ-менеджеры магазина электроники и они открыли магазин от этой продукции всего такого же размера то есть ассортимент и так далее так далее так далее стопы развивается идет по стране это какая-то ну можно ли было представить директору турецкой компании что россии закроет перемещение он такой наконец-то я так долго этого хотел просто если кто-то проиграл то кто-то обязательно выиграл то что пустоты же не бывает она 6 замечается конечно конечно при этом нельзя забывать что как бы санкции санкциями политика политикой крики криками торговые отношения продолжаются быть то есть медика закупает зерно закупает нефть закупает ракетный двигатель закупает ракетное топливо закупает уран вот то есть они они же так и не смогли атомную программу сделали а так и не смогли выстроить технологический процесс обработки урана обогащения самый основной из которого уже ничего может быть просто не напрягались что если есть в россии чуть-чуть свою свой придумывать ну это как как импортозамещение значит если бы россия перекрыла допустим на свою но вот этот вот уран дату они там сделали это а я думаю что тогда нет а я думаю что была другая ситуация не думали нам для оружия хватит вот пусть мы много угля жжем ну там топлива делаем его нам для оружия хватит никто же не думал про атомную энергию ну про мирный атом никто не думал вот это был советский союз он как бы особо и мне не давал уран не приторговал а потом случилось интересно что атомные станции расцвели контракты на атомные станции стали заключать оказалось они зеленые ухты ничего себе а в прошлом году роскосмос просто их наверно посадил на одно место сказал что мы на текущий момент поняли что развитие космоса без янер ядерной энергетики не представляется возможным и у нас концепт новой космической станции российской полностью российской связан с атомной энергией ну то есть он показал полностью что он хочет делать ближайшие 50 лет условно ну вот они все это в прошлом году показали и все а как ты будешь космос дальше развивайтесь я конкурент это делать ядерной энергии вместе связки ну там позвонив по телефону да я думаю что разговоры нам то-то-то в таком режиме вот а как тут надо гонять что не знаю как сколько у них там ван маск на этих дыгах продерживаться мы посмотрим но несут тяжело ему придется интересно и правда вот про производство про вот эти вот вещи про импортозамещение правда интересно было особенно про производство как как это двигается как развивается потому что знаешь мы же смотрим в основном новости все из москвы а в москве какие нахрен производства но есть что-то но они почему-то тоже тоже как-то особо не заявляются в основном народ они не показывают да в основном народ вещает какой-то фрики интернет фрики ну да но здесь ну про москву меня песочили в комментариях про москву москва не будет не будет расширяться вообще ничего не понимает там и так далее знаете что выходные вышел в чат рулетку думаю просто поговорю так чисто не спалось ночь вот и мы очень интересно разговаривали с парнем который сам из альятти по моему вот москве живет это вот и мы пришли к выводу что москва от россии отличается тем что в регионе умеют быть счастливым довольствуясь малым а в москве люди добиваются того же самого только сверх усилием те же квартиры машины путешествия и так далее просто все дороже гораздо дороже в регионе это все дается постепенно размерен и так далее и нету грызни вот этой за кадровое место между теми кто приехал туда за вот этой вот мечтой какой-то покорение я тебе скажу вот свои ощущения от москвы я когда туда приехала да ну я не неплохо там зарабатывала быстро очень как-то встроилась в эту систему бы через полгода мне было ощущение что я здесь вообще уже живу 10 лет вот там очень быстро можно выскочить если ты профессионал да то ты очень можешь быстро выскочить ну по по деньгам поэтому знаешь народу много все скучкованы то есть а тебе даже ты не тебе рекламу давать не надо из уст в уста все к тебе прилипает вообще быстро но я знаю что подумала я вот что я наш так посмотрела на москву и думаю вот ну даже мысль была оставаться переезжать пускать корни знаешь я начинаю считать когда я смогу купить квартиру нереально но это дети эти деньги короче собрать там или как-то или ипотека но ипотека уже был возраст такой что рядом до смерти выплатила понимаешь вот а это но вот такое вот что-то было знаешь то есть я понимаю что блин это мне надо вот этой вот такой ситуации я там наш работал обработал много да да реально ну короче работаешь там 24 часа практически что еще делать-то в москве потому что ты когда все равно работаешь а вот все равно работаешь ты пашешь 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 и ты понимаешь ты в этом режиме просто не вытянешь ну не вытянешь долго а тебе надо долго чтобы купить жилье и там как-то знаешь обознавал то есть вот это это первое второе я поняла что сам город не для стариков ну вот вообще города не для стариков да но москва она вообще не для не для пожилых людей но там очень сложно передвигаться это один переход спуститься да это это спуститься это подняться это метро это общественный транспорт это да я понимаю что там есть как-то регионально вот допустим район москвы да и там все вот как бы внутри это все и не но все равно вот движуха вот для людей уже скажем так пожилых им там вообще делать нефиг это город не для возрастных людей то есть очень многие кстати даже вот кто умный москвичи у кого там есть уже жилье они его сдают а сами где-то снимают там где полегче конечно вот и такого нашего именно шебутной он классный он засасывает москва ты себе представляешь как он затаскивает тебя туда и до сих пор я до сих пор скучаю хотя вот моя душа скажем так вот моя душа находится в санкт-петербурге да а мозги у меня в москве я все время все сравниваю с москвой знаешь вот а в москве это а в москве то я помню приехала к себе в город и думаю там мне же надо дойти вот туда а там идти ну по нашим меркам 5 остановок все едут все ждут троллейбус едут это я думаю какой нахер троллейбус тут два шага по московским меркам пешком знаешь ну то есть вот такое вот очень долго то есть мозги здорово засасывает конечно москва ничего не скажу вот но опять же проблема вот с этой текучкой профессионал найти очень сложно там как бы если ты уже нашел то ты его держишь как вот так вот дай бог не упустить за ним по всему городу ездишь профессионалы из рук в руки только да 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 при этом к соответственно количество людей большое и количество хреновых людей тоже большое вот если бы дошел их большинство судя по потом по моему опыту просто их большинство найти какого-то хорошего нужного человека очень сложно второй момент это город обалденных профессионалов то есть вы в любой отрасли найдете в этом городе человека знающего профессионального всегда вы правда будете ехать до него полдня скорее всего но он будет купить машину даже мысли не было в москве потому что я вот эти пробки но смысл вообще нет понимаешь там вот в личном автомобиле для меня смысла там не было намного быстрее это все делается метро чем вот чем ты будешь по земле вот это вот тащиться понимаешь я был уже каршеринг появился 2013 год 10 лет назад 10 лет назад он уже был в москве до 1 вот они первые открывались вот я я пользовался самокатах что-то да не было слава богу а вот эти эти бы машины были взять ездить спокойно и так далее вот плане ну плане вот именно рабочая атмосфера вообще ну сильно кайф да для работы там все но я это для кайфа скажем так для жизненного кайфа там тоже все есть то есть эти клубы люб на любой вкус на любой там самый изощренный вкус ты найдешь какую-то постановку понимаешь я как-то поперлась театр булгакова там короче этот как его господи фамилию забыла который играл в интернах этого еврей нет еврей еврей который который был еврей в интернах в один димчок димчок вот я пошла на его постановку короче у него там такая была интересная штука четыре часа представляешь четыре часа вот мы сидели четыре часа смотрели это студенческий театр это такая знаешь вовлечение зала это я кайфовала вот в всем зажут это моё то есть на любой дурацкий свой вкус ты найдешь что все что тебе надо ясно я до сих пор помню этот квартет и с удовольствием на день радио а я не а я вот такие не люблю вещи я люблю эксперимент вот алики не ада называлась помнила димчика есть арлики не ада вот это у нее там ну серьезно даже по-моему не четыре шесть часов по-моему театр булгакова такой он такой подвальный знаешь в подвале и знаешь там не очень большой зал и вот он как бы обкатывал всю эту весь эту постановку знаешь как бы это явно было что это еще не конец он будет выбрасывать что-то да из этого всего ну вот шесть часов он показал вовлекая залы но это пипец вот он вот он весь димчок сидит вот здесь вот бегают эти артисты вот я тут сижу с друзьями понимаешь кофе пьем тут ну весело классно вообще на самом деле москва это москва это ничего не могу сказать театр практика там тоже ходила на этот на эти дудурости все дурацкие нет там действительно на любой вкус и кошелек да и причем бюджете бюджетно пожалуйста понимаешь вот найти бюджетный магазин самый бюджетный вообще копеечный пожалуйста найти какой-то высшего высшего этого пожалуйста на эти вот ты смотришь на я ход идешь в тот магазин по которым по которым ты ты ощущаешь свой доход и там все от меня в этом плане отдельная благодарность белоруссии потому что нас рядышком было белорусская ярмарк особенно осенью просто они такое я я не знал что это все в беларуси расчет если честно а я знаешь чего угора вот не угорала просто там погибала когда они привозили вот эти свои творожные массы с разными всякими наполнителями вот это вот типа творог но там в твороге тут изюм тут курага тут орехи значит такое я вот эти творожные массы тебе знаешь брала штук 8 видов потому что я их все любила и вот я потихоньку знаешь это моя любимая была белорусская в москве я могу в этом плане финишировать одну простую тему которая перебью извиняюсь есть например когда ты живешь иргутск москва допустим вот ты всегда велико летишь москву я всегда один продуктовый набор который ты отсюда берешь вот омуль а ну холодного копчения правило горячего не довезешь ну часто просто не доедет вот кедровый грильяж конфеты местные вот и майонез сюда всех вот это местный майонез я не знаю в чем ну то есть чем но реально вот вкус реально отличается могу сказать точно что действительно хочется потом местного майонеза после ну какого-нибудь другого не знаю почему прием при привычка такая вкусовая вот иногда еще я здесь брал ну то есть местный кефир это опять же вкус детства да то есть вот вот такой набор сейчас с собой ну как правило омуль грильяж в подарок майонез себе я помню меня брат из мурманска привозил тоже с одними тем же это рыба здоровая знаешь ну это и у них там море трехлитровая баночка красненькая и трехлитровая баночка черненькой ну вот это и корочки вот это без этого не приезжал никто если у нас короче приятеля есть друг дальнобойщик вот и он ему периодически заказывает во владивосток красную и краба краба в холодильник кладет в машине вот-вот и приезжает я еще помню знаю что какой-то струганину он привозил но это откуда-то другого места не с мурманска струганину еще из я не знаю короче вот это мясо которое вот надо стругать значит мороженое настрогано я сюда приехала знаешь когда я попробую охотники же местную прошу туда я поняла что стоит струганина и она близко не стоит ну то есть намного вкуснее но это прошуто распиаренная на весь мир а то нет почему даже не умеет продать я попробовал прошлом году меня угостили первый раз вообще ел называется не помню правильно можно поправить там в комментариях в общем по моему бурятский шоколад блюдо это свеже мороженое свежемороженое козье печень то есть только после охоты и раз ее заморозили вот и когда она начинает таять то есть театры как строганину и отрезаешь макаешь соль закладешь и начинает как шоколад таять у тебя поэтому шоколад вот вкуснятина обалденная вообще просто невероятно ну то есть она мягкая жена то есть вы в этом в отличие от говяжьи жарить не надо на свежемороженое мягко но именно свежая то есть ее только сделали тушу она сразу по морозу вот без второй раз где туда разморозить это на уже не то то есть вот когда раз она сама то и то есть при этом я могу сказать то есть мне без проблем я могу купить завтра сходить медвежатину никаких проблем в этом нет ну то есть покой на охотничьем магазин пожалуйста вот или брятина козлятина ну то есть по сезону даты убежать на и так далее ну не держать на специфическое мясо но она супер полезно врачи для для внука вот если есть животный белок для мужчинка то медвежатин это самое полезное белковое мясо потому что ну просто прямо помогает заряжает действительно я бы попробовал на этой вкусной ноте до будем закругляться спасибо и по и поболтали интересно и повспоминали спасибо тебе большое давай все-таки знаешь еще какой еще на что тебя хочу попытать технологические уклады следующий наш разговор вот я хочу раз два три четыре которые да вот эти все технологические уклады чтобы ты немножко рассказал о техническом прогрессе не прогрессе мы достигли уже как говорится куда нам расти дальше вот в этом прогрессе потому что на моем веку только вот этот прогресс мы я помню себя когда мы ржали и смеялись что будет это это из мира фантазии это бы это мы фантазировали что будет телефон что ты снимаешь трубку и будешь видеть собеседника понимаешь мы ржали с этого потому что это нереально что-то было понимаешь вот и на моем веку все это прошло ты дын 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 понимаешь следующий этап какой то есть потребление да вот это прайс супер при производства всего и вся то есть уже столько все доступно и что я глобализация да я да я тебе скажу когда лет где-то с десятого не не с нулевого с десятого года я перестала смотреть на ценник того что я кладу в корзину понимаешь то есть настолько люди ну понимаешь да то есть вот это все вот это вот вот если до этого я шла на рынок и я у меня был список и дальше этого списка я не выходила понимаешь то сейчас я и вот это вот все и даже не смотрю на ценник что будет дальше с нами вот как ты видишь это но это уже наш следующий разговор это я специально за травочку такую делаю для наших жителей давайте поговорим про да про технологические уклада которые там 1 2 3 4 да что нас ждет и к чему готовится ну вот как типа прогноза как он да спасибо тебе большое я ну то что сначала попробую поговорим да что я что-то это мне кажется такая такая беседа будет интересно все пока пока давайте ладно давайте счастливо